Привет! Всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. В ожидании чуда iPhone 6 и iPhone 6 Plus установили новые рекорды продаж. Время вспомнить про iPad'ы. Октябрьская конференция Apple обещает стать богатой на яблочные планшеты. Чем больше, тем лучше. Компания Samsung представила второе поколение 6-дюймового смартфона Galaxy Mega и многое другое. Ну а далее в программе расскажу о том, как пользоваться виджетами в системе iOS 8 и заодно поделюсь впечатлениями от мобильной игры Welling Hearts The Great War. Не упущу также возможности поведать об одном классном школьном помощнике для ваших мобильных девайсов, ну а пожалуй на сладкое, на этот раз оставлю предварительный обзор iPhone 6 и iPhone 6 Plus. В общем программа у нас сегодня насыщенная, так что не будем затягивать. Погнали! Ну а начинаем, как и всегда, с самого главного, с новостей. На минувшей неделе компания Apple установила очередной рекорд. iPhone 6 и iPhone 6 Plus разошлись по миру впечатляющим тиражом в 10 миллионов штук. Результат, стоит признать, вполне неплохой. На секундочку, прошлогодний показатель составил 9 миллионов. Да, это для iPhone 5s и 5s были когда-то и такие. И хотя ждали от новых флагманов цифр ощутимо больших, тем не менее и так вполне достойно. Так что Apple пока у нас все еще торт, айфоны вроде как покупают, а это значит едем дальше. Новый iPad уже где-то рядом. На конференции 21 октября яблочная компания представит второе поколение планшета iPad Air. И вдобавок кое-что поинтереснее. Новый продукт в лице загадочного iPad Pro. Напомню, слухи об этом девайсе попали в сеть еще в конце прошлого года. По данным зарубежных источников, главной фишкой нового яблочного планшета станет дисплей, якобы увеличившийся в размерах почти до 13 дюймов. Почему так много? Ну, вполне возможно, что в качестве операционки гаджет будет использовать либо заметно усовершенствованную версию iOS, либо упрощенный вариант десктопной macOS, что, в общем-то, более вероятно. К слову, позиционироваться планшет будет как полноценное рабочее устройство, вполне способное составить добротную конкуренцию на рынке, так и не взлетевшему Microsoft Surface. По начинке и характеристикам гаджета пока, увы, тишина. А вот что касается новой итерации iPad Air, то здесь все несколько обыденно и весьма предсказуемо. С точки зрения дизайна гаджет преобразуется не сильно. Изменениям подвергнется разве что решетка динамиков на нижней грани корпуса и клавиши регулировки звука. Отныне они будут больше утоплены в корпус планшета. При этом сохранит устройство прежнюю форму и размеры, зато несколько потеряет в толщине и, само собой, улучшится по характеристикам. Будет ли здесь установлен новый дисплей или процессор Apple A8X, пока остается только гадать. Но в любом случае будем надеяться на то, что компания Apple все-таки сможет чем-то удивить, ну или хотя бы просто порадовать. Кстати, помимо железных продуктов, покажут на конференции в том числе еще и релизную версию долгожданной OS X10 Yosemite для компьютеров Mac. Так что будем с нетерпением ждать мероприятия. К слову, помимо Apple, отличилась на минувшей неделе и компания Samsung, представив свой новый гаджет под названием Galaxy Mega 2. Отличительной особенностью гаджета стало наличие огромного 6-дюймового дисплея с довольно позорным для таких размеров разрешением 1280 на 720 точек. Примечательно то, что пользовательский интерфейс девайса способен разворачиваться в горизонтальную ориентацию и поддерживает многозадачность силами оболочки PhoneBlet UX. В остальном ничего примечательного в устройстве в общем-то и нет. Характеристики по современным меркам довольно средние и включают в себя 4-ядерный чип Exynos 4415, работающий на частоте 1,5 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также слот аж для двух сим-карт. Камеры здесь имеют стандартное разрешение 8,2,1 Мп. Работает гаджет под управлением Android 4.4 KitKat. В общем, такова новинка от Samsung. Пишите в комментариях, как вам новый Galaxy Mega, чем зацепил, а чем наоборот расстроил. Ну а о новостях на этом всё, так что едем дальше. Без какого-либо преувеличения можно сказать, что появление виджетов стало едва ли не самым важным нововведением восьмой версии iOS, по мнению большинства мобильных пользователей. Но учитывая, что пользоваться ими научились пока ещё далеко не все, предлагаю сегодняшний выпуск посвятить именно им. Однако для начала немного из собственного опыта. Честно говоря, никогда не разделял мнение Android пользователей по части удобства использования этих довольно спорных, на мой взгляд, интерфейсных элементов. Со времён лохматого Android 2.2 не видел ни одного маломальски полезного и действительно толкового виджета, который смог бы хоть как-то пригодиться на практике. Так можно ли назвать решение Apple совместить центр уведомлений с панелью виджетов хорошей и вообще актуальной идеей? Безусловно, да. В отличие от весьма бестолковой реализации на платформе Google, здесь виджеты играют роль удобных, быстрых и информативных инструментов по созданию или потреблению контента. Отныне центр уведомлений в системе iOS сможет предоставить пользователю возможность быстрого написания заметок, хранения или передачи файлов, слежений за предстоящими делами, событиями в календаре, погодой, новостями и даже фотографиями, что в совокупности с привычной возможностью просмотра пришедших пуш-уведомлений отныне делает его полноценным и, что самое главное, удобным органом управления. Всё, что потребуется пользователю для того, чтобы воспользоваться виджетами, это всего лишь скачать какое-либо приложение с их поддержкой, вроде Evernote, Dropbox или Yahoo Weather, после чего активировать виджеты через пункт «Изменить» непосредственно в центре уведомлений. Само собой, здесь предусмотрена возможность менять их взаимное расположение, однако изменению размера сами виджеты, увы, не подлежат. Что касается приложений, поддерживающих нововведения Apple, скажу следующее. Несмотря на совсем недавний релиз iOS 8, уже сейчас в App Store каждый пользователь сможет отыскать для себя большое количество разнообразных интересных решений. Лично мне наиболее интересными показались виджеты невизызвестного приложения для создания заметок Evernote, продвинутого ToDo планировщика Wanderlist, сервиса хранения данных Dropbox и калькулятора Peacock. Игра Welling Hearts – это поистине уникальный проект, своего рода маленький шедевр в среде громких и крупных тайтлов. Живое воплощение оригинальной идеи, совмещенное с потрясающим ярким сюжетом, вполне способным, несмотря на кажущуюся простоту, вызвать живые эмоции в душе каждого человека. Здесь, в атмосфере жестокой Первой мировой, лишь сопереживание, злость и искренняя радость вашей верной и единственной спутники на виртуальном игровом пути. По своей сути, Welling Hearts представляет собой графический роман, выполненный в формате своеобразной видеоигры, сюжет которой повествует о тяжких событиях Первой мировой войны от лица четырех персонажей. К слову, переплетено здесь абсолютно все – дружба, любовь, самопожертвование и даже несчастье, упорно преследующее героев в раздираемом на части мире. Да, сюжет здесь, безусловно, хороший, и спорить с этим совсем не приходится. Однако не менее важную роль играют первоклассный геймплей, уникальная атмосфера и составляющие бесспорно красивого оригинального дизайна, невольно захватывающего взгляд игрока и постепенно погружающего в гущу событий. Но, как бы то ни было, главная фишка Welling Hearts – это большое количество комичных, но в то же время трогательных событий, в действительности наталкивающих на очень серьезные мысли. Признаюсь честно, данный проект стал едва ли не лучшей игрой из всех, что я когда-либо пробовал на мобильных платформах, так что цену в 169 рублей игра бесспорно оправдывает. Но, пожалуй, главный ее минус – разделение на отдельные платные эпизоды. Но, поверьте, она действительно стоит того. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам об одном классном приложении, которое наверняка придется по душе любому современному школьнику или студенту став. В буквальном смысле неизаменимым помощником на уроках алгебры, геометрии, физики и, вполне возможно, даже химии. Выручить при решении сложного уравнения, построить график или рассчитать интеграл для него вовсе не проблема. Ну так что же это за сберь такой вообще? Расскажу прямо сейчас. К слову, называется приложение Calculator Infinity. Думаю, исходя из названия, суть его уже становится очевидна. Но! Это не просто калькулятор, как может показаться на первый взгляд. Это, без малого, самое мощное решение, которое только можно найти в App Store. И спорить с этим совсем не приходится. Взгляните хотя бы на некоторые его возможности. Помимо основных и расширенных вычислений, калькулятор поддерживает режим программирования базовых расчетов. Есть здесь также конвертер единиц измерения и возможность построения графиков функций. Поддержка более 40 констант, расчет интеграла, производный и, само собой, обычный статистический калькулятор. При этом, несмотря на все его возможности, стоит отметить наличие довольно простого и адекватного интерфейса. Поначалу, конечно, кажется немного непривычно, но походу понимаешь, насколько на самом деле здорово и удобно. Признаюсь честно, меня данное приложение уже не раз выручало на контрольных и проверочных работах, так что, исходя из собственного опыта, я порекомендую его к покупке каждому школьнику или студенту. Цена вопроса – 99 рублей. iPhone 6 и iPhone 6 Plus – горячие новинки начала осени 2014 года. Супер-долгожданные смартфоны, рассказать о которых я готов уже сейчас. Это iPhone 6. А это iPhone 6 Plus. Знакомьтесь, новые флагманские смартфоны от небезызвестной яблочной компании. Стоит признать, что с замиранием сердца ждал этих гаджетов едва ли не каждый фанат Apple и, надо сказать, далеко не спроста. Забегая вперед, скажу, что вышли новые смартфоны действительно на урах, хотя и не без очевидных недостатков. Как бы прискорбно ни было это признавать, но, пожалуй, самым главным разочарованием для многих стало простое понимание того, что наступили те времена, когда Apple таки пошла на поводу рынка. Кто бы что ни говорил, но, увы, это действительно так. Вот оно, живое доказательство. iPhone 6 и iPhone 6 Plus вышли ровно такими, какими их ждали. С пресловутыми полосками и злосчастной выпирающей камерой. Но хватит о грустном. Диагональ дисплея iPhone 6 теперь составляет 4,7 дюйма. Много это или нет, однозначно не скажешь. Тут уж каждому свое. В моих руках iPhone 6 ощущается прекрасно. Грани корпуса, лишенные острых углов, отлично ложатся в ладонь. И это при том, что дотянуться до верхнего края дисплея совсем не проблема. Да, сделать это теперь сложнее, но, стоит признать, плюсы большей диагонали с легкостью перекрывают столь досадное недоразумение. Чего не скажешь об iPhone 6 Plus. Девайс поистине огромен. Он больше Galaxy Note 4 и в принципе любого Android флагмана с подобной диагональю. 5,5 дюймовый дисплей, окруженный толстыми по современным меркам рамками, делает смартфон действительно заметно больше и соотносит его, скорее, уже с 6-дюймовыми гаджетами. На мой взгляд, это большой минус дизайна, ибо на рынке плафонов за удобством использования, как бы смешно это ни звучало, тоже следят. iPhone 6 Plus это просто увеличенный iPhone 6, своего рода пере-смартфон и недопланшет. Но, пожалуй, главное преимущество фаблета Apple это дизайн. iPhone 6 Plus красив, бесспорно, но ровно так же красив и iPhone 6. Полоски на задней крышке гаджета вживую смотрятся совсем не так ужасно, как на фото, но сделать их чуточку потоньше, на мой взгляд, все-таки не помешало бы. Кстати говоря, о задней крышке. Отныне она полностью выполнена из алюминия. Отчасти именно это сказалось на значительно возросшей массе смартфонов. Вес iPhone 6 теперь составляет 129 граммов, в то время как у iPhone 6 Plus все 172. На секундочку, у 5S было всего 112, но зато новинки заметно потеряли в толщине. Показатель iPhone 6 теперь составляет всего 6,9 мм, у iPhone 6 Plus побольше 7,1. Что касается выпирающей камеры, то на практике проблем с ней не так много, как кажется на первый взгляд. Про то, что она выпирает, просто забываешь, даже когда кладешь смартфон на стол. В целом, по дизайну новый iPhone стали, если не лучше, то однозначно и не хуже 5S. Во всяком случае, лицевая сторона новых смартфонов, покрытая изогнутым защитным стеклом, смотрится просто бесподобно, особенно на версии Space Gray. Кстати говоря, о цветах. В продаже, как и всегда, остались уже привычные Space Gray, Silver и Gold. Зато интересная особенность приключилась с объемом памяти. Отныне купить iPhone 6 или iPhone 6 Plus вы сможете с 16, 64 и 128 гигабайтами памяти. 32 гигабайт на этот раз не завезли. Теперь о начинке. У обоих гаджетов она в принципе абсолютно идентична. За одним единственным исключением – наличием оптической стабилизации у iPhone 6 Plus. В остальном, все идентично. Под капотом смартфонов кроется новый процессор Apple A8 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Его производительности с лихвой хватает на обеспечение плавной и стабильной работы гаджетов, но сильного прироста по сравнению с iPhone 5S ждать не стоит. Здесь вся мощь процессора расходуется на новых дисплеев. Их разрешение теперь составляет 1134 на 750 в случае с iPhone 6 и 1920 на 1080 пикселей в случае с 6 Plus. Стоит отметить, что показатель PPI у младшего брата остался прежним – 326 точек на дюйм, в то время как 5,5-дюймовый iPhone 6 Plus может похвастаться всеми четырьмя сотнями. Дисплеи здесь хороши, они четкие, насыщенные и контрастные, но опять же вряд ли смогут удивить владельцев предыдущего поколения смартфонов. К слову, любопытным нововведением iPhone 6 и iPhone 6 Plus стало появление усовершенствованного сопроцессора движения M8. Теперь он оборудован барометром, позволяющим вести учет не только пройденных шагов и расстояний, но и в том числе подъемов на ту или иную высоту. Также стоит отметить и появление под капотом смартфонов чипа NFC, необходимого для работы платежной системы Apple Pay. Камера в новых iPhone осталась преимущественно прежней, тот же сенсор и та же матрица на пресловутой 8 мегапикселей. Однако порадовала новая технология, именуемая как Focus Pixels и позволяющая смартфону производить более быструю автофокусировку. Также нельзя не отметить и появление возможностей записи slow motion, видео при 240 кадрах в секунду, а также Full HD при 60. Увы, но ни 2К, ни 4К пока не завезли. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий High Tech News. Напомню, зовут меня Сергей и прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого! Пока!